Добро пожаловать. У нас сегодня замечательные совещания, замечательный звонок. У нас для вас очень много интересной информации о блокчейн спорте. Мы еще раз рассмотрим дрифтовые пакеты, которые будут выпущены на этой неделе. Этот дрифтовый проект, проект по дрифтовому, это очень эксклюзивный. Осталось 10 дней, небольшой совсем период до того, как закроется эта возможность, закроется это окно. Этот пакет был создан по запросу дела e-sports для нескольких компаний в Саудовской Арабии, которые хотят продвигать этот проект, которые хотят взять этот проект и сделать частью публичного профиля. Они хотят выйти на биржу, разместить акции как раз в экосистеме. И мы сейчас находимся как раз в центре всех событий сегодня. Это замечательные новости. Для всех участников существует более дюжины статей. Не платных, не арт-маркетинговых статей, я хочу отметить, а это новостные статьи, новостные материалы в странах Залива и других странах, которые описывают то, что они хотят выйти на биржу, разместить акции в экосистеме. Это соглашение, которое было подписано между Blockchain Sports. Да, правильно я говорю, оно было подписано, да? Да. И холдинговой компанией JASOR в Дубае. Это одна из крупнейших инвестиционных компаний в Саудовской Арабии, которая работает с правительствами, правительственными структурами. Это очень большой проект. Там строится большой спортивный комплекс, где используется искусственный интеллект, технологии блокчейна, технологии дополненной реальности. VR, AR разрабатываются, вот эти все проекты. И это замечательный партнерский проект, который имеет огромные планы, огромные планы по выходу на биржу, по размещению акций. То есть это очень большой проект в спортивном мире блокчейна. Действительно, друзья, это очень судоношный сейчас момент. Следующий этап, на который мы переходим, это уже листинг на различных платформах. И после какого-то времени будут выпущены монеты. И к концу этого месяца, в первой неделе октября, мы увидим первый публичный листинг, Этла Коин, и этот проект будет запущен. Сегодня очень ключевой момент, открывается здесь ключевая возможность и ключевой момент в жизни блокчейн-спорт, спортивных блокчейнов. И здесь у нас полная прозрачность. Мы открываем для всех пакеты, расшираем возможности для участников, потому что у нас есть вот это временное окно до того, как ланчпеды начнут работать и выйдут в производство. Вот эта возможность предварительных инвестиций будет исчерпана. Сейчас в блокчейн-спорте, в маркетинговой части идет большая активность, активность Этла Коин и других инструментов блокчейна. У нас есть возможность стать частью этого проекта, войти в этот проект и приобрести вот эти пакеты на стадии основания открытия. Сегодня три варианта на выбор, какого здесь. Первый – это только узел, там будет регулярный набор узлов, конечно, Этла Коин, который сейчас выпускается в виде монеты, и валидация на блокчейне. У нас есть пакет мотоспорта. Сегодня мы конкретно поговорим о проекте дрифт, дрифтингапп. Это очень интересный проект. И вы фактически как раз в корпоративном офисе, в одном из корпоративных офисов, находитесь сейчас, который расположен в Минске. И вы видели вот этот дрифт, вы присутствовали, открытие этой технологии, и я хочу передать это слово теперь вам, когда вы это видели. Ну, не то, что я видел, я даже почувствовал это, поскольку у меня был прям прямой опыт. Я не считаю пока себя профессиональным дрифтером, но в будущем, может быть, стану, не знаю. Но я раньше этого не пробовал. Вот Эдвард улыбается, он знает, о чем я говорю. Это действительно очень интересно, быть в доткоме. Спасибо, что вы меня пригласили в это место, где у меня был замечательный опыт дрифта. И вся технология очень интересная, удивлекательная. Она пока не закончена на 100% к тому времени, когда я был в Минске. Но те чувства, которые я испытал, и вся эта атмосфера, она вообще выглядела удивительно, поразительно. Я сидел внутри автомобиля, и у меня вокруг были экраны, и было полное покрытие. То есть, 360 градусов обзор к тому времени, когда я туда приехал. Но даже с того момента, я стал, что я получил вот этот кайф. Это полное погружение, полные реалистичные чувства, как будто я сам везду этот автомобиль. Это отличается от мотоспорта, да, но это очень реалистично сейчас, прямо очень реалистично. Я, Дима, много раз подробовал, это он профессионал в Камянде, работает в Минске, теперь переходит на Саудовскую Аравию, вся эта технология. Джереми, мы видели видео, 8-минутный ролик из Японии от профессиональных дрифтеров, которые... Кто-то приехал из Австралии в Японию, и они там выходят как раз тоже на рынок блокчейн-спорта. Дрифтинг, это будущее, наверное, технологий, технологии очень мощные, и фигурально выражаясь, они просто привлекают профессионалов из этой отрасли, и они очень возбуждены, и когда этим занимаются, они действительно заинтересованы. Они понимают, о чем идет речь, но определяют полное чувство реальности, да, у нас 8-минутный ролик, сегодня не будем его включать, 8 минут все-таки, но это самая крутая вещь. Это как Формула-1, это дрифтеры от Формулы-1, профессиональные дрифтеры-гонщики, и им это очень понравилось, и это действительно важно, да, то есть люди учатся, тренируются в реальных автомобилях, на реальном треке, и каждый день они должны что-то ремонтировать, механиков приезжать. Это очень сложно и дорого, когда человек обучается в этом спорте, и вот эта вот тренировка, тренировка в полностью реальном симуляторе, это очень полезная вещь, вы можете учиться на своих ошибках, вы можете понять, что вы делаете неправильно на симуляторе, и вот как раз с пилотами такая вещь и делается. Прежде чем пилот садится в самолет, он тренируется на тренажере, правильно, и это как раз и происходит, то есть это очень важно, и в спорте, в рейсинге это тоже можно использовать. Я хочу вам показать за 8 секунд кое-что. Вот человек записал на свой смартфон всего 8 секунд и ролик. Я хочу просто людям показать, как действительно работает и как выглядит этот тренажер. Я включу здесь сейчас это небольшое видео, пожалуйста, посмотрите. Всего 8 секунд. Всем не видны экраны, да? Отлично. Просто посмотрите. Эта экрана, ну, одна восьмая всего этого вида. Очень круто, да? Всего 8 секунд, но для меня это очень круто выглядит. Я действительно впечатлился. Эдвард, да, после такого, как мы были в Вегасе, там вот этот был экран обычный, и то было полное погружение. Как будто летишь через всю эту местность, и в Вегасе сейчас собрались все лидеры в этой отрасли, и они показали вот этот приз свой проект, и фактически вы действительно погружаетесь в эту виртуальную реальность полностью. Да, это было несколько лет, после того, как мы слышали Джереми's voice disappear. Да, Джереми. Проползай, я сужу. Здравствуйте. Он будет понимать. Мы должны быть партнерсием. Да, есть. Джереми, можете начать 30 секунд назад? Джереми, можно запасить на пять секунд? Звук потеряли ваш, к сожалению. Про Вегас слышали меня, да? Итак, Дима и Антон, да, я говорил про это. Вот эта технология, технология дрифтинга, которая была разработана, технология мотоспорта, который там есть, VR, XR, виртуальная реальность, все, что было создано для футбола. У нас есть подписанные контракты в Саудовской Аравии, которые подключают и электронный спорт, и миллиардные проекты, прогрессивные проекты, развивающиеся проекты в электронном спорте, в e-спорте. И они сейчас захватывают внимание всего мира, и все это делано на базе блокчейна, а тлакоины в истории мира такого еще не было, когда технология в реальном времени делает революцию в спортивном мире. И все это делается на базе технологии блокчейна, на платформе БУЧИ в партнерстве сейчас с крупнейшими, с некоторыми из крупнейших пионеров в этом мире электроники, электронного спорта и так далее. То есть, друзья, у нас есть шанс быть частью замечательных вещей, революционных вещей. Итак, пожалуйста, поделитесь тем с нами, что происходит сейчас в этом проекте. Пожалуйста, расскажите нам. Спасибо, Джарина. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу немного пояснить о том, что сейчас происходит здесь, в Саудской Аравии, кто такие Джасор, что это за компания, какое у нас стратегическое видение на следующие несколько месяцев, что мы будем делать. Я хочу начать с первого дня, когда мы просто начали разрабатывать блокчейн-спорт, когда мы начали партнерство с вами, друзья. Каждый месяц я рассказываю вам о том, что наша основная цель – это Саудовская Аравия. Почему? Потому что сегодня, Саудовская Аравия сегодня, и мы два года назад уже это запланировали, но сегодня и в следующем году Саудовская Аравия будет и уже собираются крупнейшие инвесторы цифрового спорта и футбола. Сегодня, если посмотреть на статистику, Саудовская Аравия тратится практически в два раза больше бюджетов на футбол во всем мире. Сегодня Саудовская Аравия тратит 82 миллиарда долларов на киберспорт. Они только что закончили и провели мировой чемпионат по киберспортивным играм. И Саудовская Аравия для меня, для нас было окончательным пунктом назначения, куда должен прийти блокчейн-спорт и как он должен там развиваться. И да, сегодня Спорт Блокчейн подписал целый ряд документов о сотрудничестве с некоторыми фондами, с инвестиционными компаниями. И одна из этих компаний Джосор. Джосор это молодая компания, но с все-таки долгой историей, потому что основной человек там, основатель этой компании. Джосор это целая компания, наверное, не один человек, это один из клубнейших фондов в Саудовской Аравии. Джосор это такой зонтичный бренд, который несет в себе 10 компаний. И еще одна компания, мы начинаем открывать с ними партнерские с нами, Джосор AI, где мы приносим очень много наших технологий, которые мы разрабатываем, и это будет целая экосистема блокчейн-спорта. Эта компания поможет нам продвигать и создавать крупнейшие события в электронном спорте, в играх, в футболе, цифровой спорт, все спортивные игры, связанные с искусственным интеллектом. Это позволит нам организовать крупнейшие мероприятия в этих отраслях. И 15 октября состоится крупнейшее событие в области блокчейн-спорта, где будет очень много высокопоставленных людей из Саудовской Аравии, из фондов, из государственных структур, из футбольных структур. Это будет глобальный контракт для всей экосистемы блокчейн-спорта, и там будет партнерство, где блокчейн-спорт придет в Саудовскую Аравию. Это будет партнерство с правительственными структурами. Что это значит? Это значит, что после этого момента мы начинаем готовиться к выходу на фондовый рынок Саудовской Аравии. Сегодня в Саудовской Аравии очень серьезные позиции, сильные позиции на фондовом рынке. И это не просто футбол или дримф, все другие направления, XR-гейминг, мотоспорт, маркетплейсы, все вот эти типы проектов будут выходить на IPO, на публичное размещение. Это произойдет через 12 месяцев после подписания официального контракта с правительством. Люди задают часто вопрос, но они следят за мной в социальных сетях, и они видят, что официальные газеты в Саудовской Аравии пишут о Великобритании. Почему в Великобритании блокчейн-спорт может развиваться? Потому что сегодня Великобритания, один из крупнейших фондовых рынков, где участвует и котируется очень много крупных мировых компаний, и IPO начинается с Лондона, поэтому мы начинаем полностью готовить инфраструктуру в Великобритании, для того, чтобы организовать в следующие годы выход на IPO. Вот почему это так. Саудовская Аравия является другом, имеет хорошее отношение с Великобританией, поэтому вся наша инфраструктура, и поэтому мы начинаем готовить вот эту инфраструктуру в Великобритании. Что касается дрифтинга теперь. Дрифтинг, нужно сказать, что это... Ну, как я это вижу? Дрифт – это будет, наверное, одним из успешных, самых успешных проектов в блокчейн-спорте. То есть сроки, начиная с пуска и до уже первого результата. Также я имею в виду здесь финансовые результаты. И почему? Потому что мы начали развивать этот проект всего три месяца назад, потому что, когда мы были первый раз в Саудовской Аравии, они нас спросили, можем ли мы это развить, разработать, и можем ли мы подготовить какой-то план того, как мы можем сотрудничать в реальном автоспорте с AI-систем и с системами тренажеров. Они видели, что мотоспорт не так распространен, как Формула 1. Формула 1 – это самый высокий, самый популярный спорт, самый популярный вид в мире, в автоспорте. Но второй по величине – это дрифтинг. Второй по популярности – это дрифтинг. Дрифтинг знают во всем мире, и мы выбрали этот вид спорта. Мы нашли решение, как подключить системы ИИ, как подключить тренажеры, как подключить ИКСАР до полную реальность. И вот это видение мы презентуем, презентовали два месяца назад в Саудовской Аравии. Им это понравилось, им действительно понравилась наша стратегия, потому что тогда проходил чемпионат по киберспорту, а дрифтинг очень хорошо вписывается в киберспорт, поскольку... Потому что король Саудовской Аравии хотел получить что-то новое, он хотел быть первым, он хотел, чтобы был такой проект, который мир до этого не видел. И вот дрифтинг как раз дал такую возможность быть первым в мире чемпионате, когда человек играет против искусственного интеллекта. Мы собрали очень много технологий, набрали очень хороших специалистов вокруг этого проекта и создали первую версию дрифтинговых автомобилей. Она уже работает. Когда искусственный интеллект ведет машину, в машине никто не сидит, просто программа, которая управляет этой машиной. И с этой технологией мы приехали сюда три дня назад, в Саудовскую Аравию, потому что прямо сейчас в Саудовской Аравии проходит крупнейшее мероприятие по искусственному интеллекту в мире. Это огромное мероприятие, огромное событие, где участвует огромное количество крупных компаний, Amazon, Oracle, Blacklock. Они презентуют свои наработки, и они знают, о чем идет речь. Мы увидели, что мы находимся на их уровне, потому что наша технология в области ИИ, в области системы, блокчейн в спорте, все эти технологии интересны. Многим людям, люди постоянно общаются с утра до вечера, про блокчейн-спорт говорят, и сегодня была большая комиссия в рамках этого мероприятия, где присутствовал министр обороны, министр юстиции, министр спорта. Министр спорта подошел к нам, начал говорить об этом проекте, и он сказал, да, это как раз то, что нужно в Саудовской Аравии, это сотрудничество реального спорта и киберспорта, потому что нашему королю очень нравится киберспорт, мы тоже любим спорт. После 10 лет у нас прошел чемпионат мира, и они пригласили Дмитрия и меня на встречу с министром. Как раз сейчас, в 4 часа после Саудовской Аравии, я сказал, что я не могу, потому что у меня зум-конференция с нашим сообществом, с вами, с моими партнерами, а Дмитрий сейчас как раз находится там, на вилле Его Величества, встречается с министром спорта, и они обсуждают спорт-блокчейн. Но это не просто разговоры про блокчейн-спорт, они нас знают, мы им передали очень много информации, когда они к нам приехали, «О, они нас узнали? Да, я их знаю», они говорят, «Мы их узнаем, ребята», потому что уже и новости они читали про эту коллаборацию между нормальным спортом и коллаборацией, там сделки на миллиарды долларов, все газеты, все каналы об этом говорят. Больше 100 новостей в Саудовской Аравии выходило на эту тему. Вы можете спросить каждого журналиста, репортера про блокчейн-спорт, и они все знают. И когда мы были на этом мероприятии, они у меня больше интервью брали, чем когда-либо, что мы увидим в следующий год, как вы будете работать в Саудовской Аравии. Когда министр спорта пришел, сказал сразу, «О, я его знаю, вот этот человек будет готовить наш к чемпионату мира». И если министр спорта о нас знает, то это уже что-то значит. Это значит, то есть мы это сделали, можно сказать, да? Два года назад мы были маленькими ребятами с большими мечтами про цифровой спорт, а сегодня министр спорта Саудовской Аравии говорит, «А мы вас знаем». Да, вот нам больших слов-то не надо, наверное. У нас есть результат, мы можем его показать. Мы подписали документы с одним из крупнейших фондов Саудовской Аравии, которые инвестируют в электронный спорт, в неоновую группу, которые инвестируют во много проектов в цифровую отрасль. Это огромные цифры, огромные суммы, и мы сейчас с ними остаемся в партнерстве и готовим планы в 10 раз больше, чем я мог представить раньше. И Джереми, вы знаете, я хочу сказать большое спасибо за эту возможность. Может быть, я сейчас немного нервничаю, потому что это для нас очень большая сделка, но параллельно с этим я и счастлив, потому что со всеми вами, со всем нашим сообществом, которое помогало нам в эти годы, каждый день, с кем мы провели столько времени в Zoom-звонках. Я даже не знаю, уже без сочет, сколько раз мы связывались по Zoom, может быть, сто раз, даже больше. Сегодня мы, наверное, на заключительном этапе перед пуском, и дальше уже будет уже листинг. вот эти 10 дней, которые у нас есть до запуска, я думаю, тут нужно сказать, что дрифт это последний шанс сказать спасибо нашему сообществу, потому что этот проект может показать, как реальный спорт и как мир IT вместе могут дать нам возможность добиться большого успеха. и я думаю, что это удивительная новость, просто потрясающая. Круто, Дима, да. Мы очень гордимся быть частью этого проекта, и мы воодушевлены тем, что вы сделали, ребята. И так много людей не верили в мире, что это вообще возможно, но сейчас вы это сделали, вы показали результат, у нас сейчас есть возможность сделать этот заключительный шаг и получить финансирование из Саудовской Аравии. Он за все заработает в конце октября, потом в ноябре, в декабре. Сейчас у нас есть возможность создать вот этот последний импульс этому проекту, дать ему последний импульс для того, чтобы все свершилось, и в течение следующих 30 дней произошла публикация, и для нас это будет следующий шаг, чтобы как бы прийти к поставленной цели, получить удивительный результат, просто потрясающий пакет основателей и следующие 10 дней доступны не просто поддержать проект, а потому что всем нам нужно поддержать этот общий успех, и это огромная, замечательная возможность для всех, но всего 10 дней осталось, чтобы ей возможность воспользоваться. Через момент мы показываем вам несколько слайдов, чтобы вы посмотрели и поняли, что сейчас предлагается сейчас, и как мы можем вместе действовать в этом проекте. Эдвард, пожалуйста, передаю слово вам, что вы хотите сказать, и дальше мы покажем презентацию Джереми. Извините, еще одну минуту, можно я потрачу, еще заключительный, скажем так, вишенка на торте. Сегодня последний день этого замечательного большого события, и у нас очень большая новость для вас, что произошло за эти три дня, но мы не можем до подписания документов ее раскрыть, эту новость, и это произойдет завтра. Я не могу ничего больше сказать про эти документы, с кем эти контракты, и что, но через два дня, нет, лучше так, после завтра мы расскажем официально об этом во всех соцсетях, во всем, во всех официальных газетах, это будет, на сайтах, и также партнерские сайты в своих соцсетях поделятся этим, но я полагаю, что эта новость даст нам возможность сделать быструю распродажу всех дрифт-пакетов, и почему вы узнаете после завтра. Это хороший тизер, хорошая завлекалочка, спасибо. Вы забыли, когда вы уезжаете, завтра, очень много событий, вы живете, наверное, завтрашним днем уже получается, живем сегодня, хорошо, мы завершили проект, мы закрываем проект, фактически вот эти основные пакеты основателей сейчас и у нас нет планов перезапуска и когда мы открываем вот этот небольшой период, это небольшое окно, это для нас второй шанс. Тут никакой промоушен не нужен, люди увидят это, они уже это видят и проект уже готов, практически готов, он и в заключительном этапе, у нас же есть контракты, и это второй шанс, какое подобрать здесь лучше слово, это что-то, ну как, если была эта информация с самого начала, то тогда тогда бы, может быть, у нас не было бы второго шанса, понимаете, потому что он бы и был бы и не нужен, это было бы абсолютно, совершенно другой результат, он был бы гораздо выше, мы бы тогда не открывали второй шанс, но и сейчас, что я вижу, это все связано с мышлением, когда вы уже в своем мышлении понимаете, что все завершено, вы готовы переходить на следующий этап, перевернуть страницу, но если что-то не закончено, что-то вы видите, что-то сделано, это уже совсем другая ситуация, сейчас я вижу, как много людей сейчас смотрят и уже готовы переходить дальше, на следующий этап, но что-то им еще мешает, чего-то немножко не хватает, и вот сейчас как раз мы даем эту огромную возможность, у вас контракты уже с Саудовской Аравией подписаны, это прекрасно, вот о чем вы всегда говорили, Дима, вы всегда об этом говорили с самого начала, но это было как мечта, сейчас мечта это воплощается в жизни и мы здесь, да, я хочу просто сказать, молодцы, это здорово, хорошо для всех, прекрасно, что вот мы все это сделали, Эдвард, да, это такая уникальная история, можно сказать, написать в будущем, может быть, можно сделать какой-то даже фильм об этом, это просто уникальный случай, это такой большой, крупномасштабный проект, мы не можем назвать это краудфандинг, это NFT продажи, но это маркетинг на базе сообщества, потому что фактически мы говорим сейчас про маркетинг NFT, но до 40 тысяч участников за 6 месяцев приобрели этот пакет и поверили в эту историю и продвинули это, это огромная история, никогда такие масштабные проекты не реализовали в Дайвне, Джереми, я знаю, вы с нами об этом говорили, такой размер проектов еще не существовало до этого, никто даже не приблизился, мы начали с самого начала, Дима, когда у вас было только видение в этот маркетплейсе NFT, вот как мы начинали, потом видение росло, росло, развивалась эта стратегия и Артем, я смотрю на вас, я знаю, вы, у вас все больше и больше стресса, каждый день все больше и больше этого, а Дима все время вас продвигал, стимулировал и все это росло, вся концепция росла и первый раз мы разговаривали об этом в Форт-Алезе, Джереми, когда мы финализировали и упорядочили все это видение, но после этого было и дополнение, еще пришли Моторспорт, XR, теперь у нас дрифт появился, который никогда сначала не был в наших планах, но это очень мощное дополнение, Дима, я считаю, что сейчас, когда вы приехали в Саудов-Карай, вы были с инвесторами, с фондами, теперь проще продвигать всю эту концепцию, потому что все вот эти части соединились во что-то более сильное и серьезное, проект стал сильнее, больше, потому что все компоненты сейчас на месте, компьютерное видение, ИИ, трекинг, все это соединяется вместе в нескольких индустриях, это дает огромный мультивационный эффект в инфляционном мире, и это хорошо очень для проекта, и теперь Дима, в конце концов, люди, которые этого не понимали, поскольку для них было это сложно, сейчас очень много для них информации, очень сложно промолировать, продвигать за 5-10-15 минут, нельзя сделать со всеми взгонки, всем, чтобы это все объяснять и покрывать, но сейчас, как только мы видим уже всю эту историю в Саудской Раде, мы увидим больше пресс-лелиза, Дима, вы поделитесь больше, информации покажете больше, и видео до 15 октября, как вы сказали, и лимитлэс сообщество начнет понимать, понимать, вот все части пазла сложатся, и, как вы сказали, с аудитой это конечное назначение, это идеальное место для развития блокчейн-спорта по нескольким причинам, как вы уже говорили, поскольку здесь 10 лет будет чемпионат, и страна очень амбициозна, она ставит огромные задачи, я сравниваю, вот я знаю, изучал историю Японии, когда Япония открылась 150 лет назад для мира, это была революция Мэйджи, они открылись, и им нужно было догонять весь мир, потому что весь мир ушел вперед, а страна была закрыта 300 лет, и вот в Саудовской Аравии я чувствую похожую ситуацию, я просто говорил с людьми, которые очень амбициозны, они действительно хотят быть номером один, как Дима вы сказали в некоторых вещах в киберспорте, в футболе, в технологиях, блокчейн-спорт это идеально здесь подходит, поскольку он все это объединяет, и может быть с помощью блокчейн-спорт и таких компаний как ваша в будущем Саудовской Аравии будет ведущей экономикой мира, одной из ведущих экономикой мира, да, Джереми, прежде чем вы покажете слайды, я знаю, может быть Артем после слайдов тогда лучше скажет пару слов, потому что мы хотим немного поговорить про атлета, про маркетинг, да, Артем, Артем, да, давайте после слайдов, после презентации, давайте посмотрим презентацию тогда, и может быть, а потом мы еще подведем итоги, потому что это очень важно, это дает стимул развитию блокчейна, да, очень классно, итак, еще для вас немного информации, пакеты дрифт, три варианта, как я уже говорил, моторспорт, то же самое, опция один, один узел, одна акция в дрифт-пуле, второй пакет, 12 акций, плюс 16 узлов, и топовый пакет, 150 акций, 200 узлов, 150 акций в дрифт-пуле, и все пакеты, это очень мощные пакеты, сегодня утром мы запускали небольшой видеоролик, где было продемонстрировано, как работает приложение, эта технология дрифтинга используется во многих разных вариантах, используется для обучения молодых водителей, молодых гонщиков, которые не садились пока за руль гоночного автомобиля, и уже этот тренинг для существующих водителей, для того, чтобы повысить высокую квалификацию, может быть, исправить какие-то ошибки, которые они допускают часто при губках, и это все используется, может, и в виртуальных играх, когда реальные игроки соревнуются с искусственным интеллектом, и это одна из вещей, которая очень заинтересовала Саудовская Аравия. Давайте посмотрим вот эти двухминутные ролики, потом вернемся к слайду. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 за 25 тысяч долларов в персональном пакете предназначениях, и вы получите два атлета-узла. Это Атлакоин, это огромный бонус, я считаю, для персональных ссылок, и я даю вам последний шанс заработать эти три узла для персональной ссылки за персональные рекомендации. После того, как проект закрыт, мы запустим медиабиблиотеку, где, когда вы приобретаете пакеты, вы получаете права доступа к этой библиотеке, вы можете продвигать этот проект, участвовать в проекте, в социальных сетях его продвигаете, и, конечно, получать отчисления от этих проектов. Мы запускаем KYC, знай своего клиента после этого проекта, чтобы каждый член может получать отчисления, может получать роялти, и после того, как проект будет закрыт, я хочу запомнить, всего 200 миллионов Атлакоинов, которые выпущены для лидеров, 100 миллионов Атлакоинов будут переданы в пул чемпионов, 1 миллион Атлакоинов пойдет в пул легенд. И помните, что любая акция чемпионов, которую вы заработаете до 22 сентября, и эта промо-акция будет продолжаться, и вы удвоите количество своей акции в этом токен-пуле, и это огромное-огромное преимущество и замечательная возможность для того, чтобы квалифицироваться на следующий уровень седьмой до 22 сентября. И то же самое действует и для легендарных акций, для легенд. Во время этой промо-акции с июня до 2 сентября 2022 вы заработаете дополнительную легенд-акцию на каждую миллион акций. Это огромная возможность получить огромную выгоду от закрытия этого проекта. Нужно помнить, все открытые генерации будут перенесены в Limitless до 1 января. Тот, у которого не открытые генерации, в плане ревордов, вы получите возможность продлить это после 1 января. В следующих проектах вы сможете поучаствовать. Там будут дополнительные требования по поддержке генерационных пакетов после 1 января. И если вы квалифицируетесь на 5 миллионов в новом объеме между 2 июня и 2 сентября, вы получите акции в бонус-пуле. В следующем проекте этот бонусный пул имеет потенциал стать крупнейшим бонус-пулом, который у нас был в истории, и вы при веб-провой выплате получите дополнительную акцию. Событие Limitless Leadership произойдет в декабре. У нас 14 лидеров, которые будут заквалифицированы на этот VIP Trip. На сегодняшний момент у нас 10 миллионов используют правило 50%, и эта промо-акция продолжается до 22 сентября. У вас есть возможность квалифицироваться на это лидерское событие, которое произойдет в декабре. Мы очень рады это анонсировать, и все детали мы тоже рады вам передать вскоре. И сейчас я закрыл свой экран. Эдвард, я передаю вам, друзья. Это все новости, которые мы хотели вам доложить. Дрифт Пакетч – это действительно большая возможность, чтобы войти в этот проект и быть учащенным. Дима, мы также говорили вчера о первой отчислении роялти, которые ожидает наше сообщество. Это не относится к дрифтпакам, но относится к передаче игроков. Дима, может быть, вы подтвердите эту информацию к концу октября. Мы ожидаем первой выплаты роялти, потому что сделка уже обеспечена, контракт подписан. Это очень мощная история. Это будет первая роялти из реального мира. Я не знаю, бонус можно назвать активом. Да, это футбольный трансфер, один из наших проектов. И это будет включать несколько основательских пакетов. Трансферный бизнес уже начат. Потому что, когда наша команда была в Белоруссии, и мы играли в несколько игр, многие футбольные клубы из первой лиги заинтересовались нашими футболистами. Мы подписали семь трансферных контрактов. Это официальные трансферные контракты, которые уже завершены, и эти игроки уже играют в этих клубах. Что это значит? Это значит, что в октябре у нас будут первые выплаты от клубов за этих игроков. И как мы и говорили раньше, бизнес на трансферах, это наш бизнес, где у нас есть партнеры, и партнеры делятся своими прибылями. И это еще одна хорошая новость. Сначала я и не стал делиться, потому что... Это бизнес, который уже работает. И в зимнее трансферное окно мы хотим получить больше трансферов, потому что сейчас наши скауты работают по всему миру с многими футбольными клубами. И на следующей неделе мы разместим из Бразилии большую новость, потому что один из крупнейших футбольных клубов в Бразилии начинает с нами работу. И у нас есть сотрудничество с ними, коллаборация, и некоторые из игроков приходят из блокчейн-спорта. Мы на следующей неделе вам сообщим эту новость. И у каждого человека, у которого есть фаундерпэк, куда включены трансферы, я могу вас поздравить. Поздравляю. Первый результат. Поздравляю с первым результатом. Это замечательная новость. И, Эдверт, вы хотели что-то сказать? Я хотел спросить. Дима, вот эти игроки, они вернулись в Бразилию или сейчас? Нет, они работают по контракту, играют матчи в этих клубах. То есть это уже сделано, да? Они уже в первой лиге, они уже там играют. Да, да. Все документы подписаны, это официальный веб-сайт, есть у каждого клуба. И там написано, что Блэйн Чейк Спорт перевел туда игроков. Вот с чего мы начинали. Это как раз и бизнес, это начало, воплощение той мечты, с чего все это начинается. Если подумать о чем-то другом, когда есть огромное количество каких-то проектов, и что-то срабатывает, если кто-то меня спросит с моих друзей, с чего начинать, да, и я не знаю даже сразу, что ответить, но может быть с футбола как раз и начать, и идти там потом на XR, VR, и расширить дальше все это на мото, спорт, это удивительно. Да, и Артем, про атлету блокчейн, да, вы хотели поговорить. Также люди могут ожидать, они ожидают от вас этого, потому что в сне каждый член нашего сообщества имеет узлы, и там будет выпуск монет, минтинг. Я полагаю, что у нас все-таки будет много держателей от лакоин, они не будут их сразу продавать. Технически они не могут все продать, потому что там постепенно будет это разблокироваться, но все-таки кто-то захочет начать продавать, и вот эта монета будет централизована, публично выпущена централизованная, децентрализованные биржи, люди начнут на этом тоже зарабатывать, и Джереми, как уже сказал, и показал на слайдах, мы скоро это анонсируем, может быть, на следующей неделе, может быть, на неделе потом, через две недели, мы начнем процедуру KYC, мы с самого начала говорили, что нужно проходить KYC, это юридические требования, это реальный бизнес, нужно выплачивать легально, кто-то задавал вопрос, выплат royalty в USDT или в ATLA? Это очень хороший вопрос, у нас два типа royalty, один тип это цифровые выплаты, которые пойдут через DEX, мы будем зарабатывать на этом из Bridge, шиз-эксплоры, и может быть, к чем еще добавят, мы называем это цифровыми выплатами, большая часть в ATLA, но мы должны еще проверить, Артем, это присоединено к ATLET-блокчейн, но royalty из реального мира будут выплачены в USDT, мы будем в FIAT собирать платежи, конвертировать в USDT, ставить на смарт-контракте и выплачивать тем, кто квалифицированный, кто прошел KYC, конечно, и те, кто участвует немного в нашем медиа-лаборатории, это будет очень простой процесс, люди быстро получат, это просто базовая реклама нужно будет разместить в соцсетях, ничего такого удивительного здесь нет и экстраординарного. У нас будет два типа вознаграждений, цифровое вознаграждение, да, в реальном времени будет идти и не на квартальной основе, но в реальном мире рояльцы будут ежеквартальные, но у нас уже есть некий доход от трансферов, поэтому мы не будем ждать до января следующего года, мы решили сделать первые выплаты в конце и затем следующие может быть случаться в январе за последний квартал и потом в апреле за первый квартал 25-го года и дальше уже пойдет как регулярный процесс. Это очень интересно. Артем, у нас осталось только 5 минут, говоря про дрифт, мы проговорили про дрифт, поговорили про футбол, про мотоспорт, про целую экосистему поговорили и, конечно, вы сейчас в Саудской Аравии, мы знаем, что Артем, вы тоже там, вы вылетели туда со всей командой, расскажите нам, какое ваше мнение, какое ваше видение на Атлету, с нами нет сейчас Андрея, он в прошлый раз с нами был, но расскажите, как все эти сделки, контракты с большими инвесторами, с большими фондами прошли, как работает эта система и как это повлияет на блокчейн и потенциально, мы не можем, конечно, сейчас делать официальные заявления, гарантии давать, но потенциально, как это будет влиять на стоимость, монеты. Да, друзья, я сейчас тоже в Саудской Аравии, мы все вместе здесь. Вопрос, который вы задаете, это один из самых важных вопросов, как все это пойдет дальше в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, как все это будет связано с Атлетой, потому что фактически Атлета это база всего, основа всех этих сделок, все на ней там основано, нам нужно сделать здесь очень много работы, пояснить в сегменте B2B, B2C, как все это будет взаимосвязано и как все это будет работать вместе с Атлетой. фактически каждый продукт будет иметь интегрированную механику блокчейна, цифровые инструменты, платформы, где включена геймификация, включены вознаграждения, которые зависят от результата, и каждый продукт будет иметь привязку к сети Атлета, и чем больше людей будут использовать этот продукт, тем больше будет транзакций, и тем больше будет притока средств в сеть, и это сделает Атлета Коин более дорогим активом. очень важные новости, что происходит прямо сейчас с Атлетой, я не уверен, мы дали эту информацию в сообществе или нет, но я скажу, вся цепочка уже готова, мы находимся на этапе выключения всего этого, когда наши партнеры подписались нашим соглашением и у себя применяют эту сеть, сеть Атлета, требуется какое-то время на это, поэтому вот мы не торопимся сейчас и не выходим в производство сейчас, все должно идти параллельно. Помимо этого, мы находимся в процессе аудита всей сети, мы в процессе, но мы уже получаем получаем замечательные начальные результаты, что касается безопасности и децентрализации метрик участия сообщества и всего, что является ключевым для того, чтобы блокчейн был успешным. Мы в верхней проценте успешным блокчейн-проектом в мире. Это удивительный, замечательный результат. И сейчас мы имеем, конечно, некоторые затруднения, нужно честно сказать, потому что хоть и технические специалисты работают замечательно, все-таки есть сложности, но мы их преодолеваем. Нужно передать саму философию блокчейна, много работы делает Андрей по формированию формального видения этой системы блокчейн. И уже мы видим первые результаты работы нашей команды и партнеры в принципе согласны и поддерживают нас. Большое спасибо, Артем. Дима, у меня может быть заключительный вопрос к вам. Вы сегодня говорили про IPO в Саудовской Разве. Это ваши планы. И еще в Великобритании IPO по блокчейн-спорту. Опять же, это в планах на будущее. Некоторые люди задают вопрос, как все это отразится, какую выгоду это принесет сообщество. IPO звучит хорошо. Да, я, конечно, знаю ответ уже заранее. Может, хочу от вас услышать, что вы считаете, как вы считаете, насколько это хорошо будет для сообщества Limitless. Илья, Эдуард, Джереми, вы наши партнеры. Вы наши партнеры в блокчейн-спорту. Мы тоже как партнер выходим на IPO и у нас будет продажа наших акций. Это даст нам, конечно, преимущество. новый капитал, больше капитала мы привлечем, и вы, как владельцы Limitless, вы поделитесь этим своим сообществом, вот этим капиталом поделитесь сообществом. Да, так и есть. Я бы назвал это капиталом. Когда компания выходит на публичные торги, то инвесторы получают кэш и получают также доверие. Доверие повышается, уважение повышается, потому что это публичная торговля компания. Многие компании мечтают выйти на такой уровень, потому что там проводится очень серьезный аудит, все делается профессионально. Там очень много подготовительной работы, чтобы вывести на публичные торги. Блокчинс пользуется это публичная компания, это большая сделка, это дает огромное новое, большое доверие компания, и люди это поймут. Для нас конкретно, поскольку у нас есть узлы, у нас есть AtletoCoin, я и Atleta блокчейн будет получать поддержку публичной компании. Классно звучит, Джереми, не правда ли? Я не думаю, что таких прецедентов много, можно вспомнить на этом рынке. да, я думаю, кто еще, какой Coin еще публично торгуется, наверное, в реальном мире. Это будет действительно что-то уникальное, да, и огромное. Да, наверное, мы исчерпали все время. Дима, Артем, большое вам спасибо, Дима, мы будем ждать ту новость, которую вы нас завлекаете. Даже мы, Джерем, мы не знаем, честно, потому что он с нами не поделился. Он сказал, я не скажу, пока сделка не будет подписана. Да, когда будет подпись, и потом я расскажу. Да, после подписания мы вам все расскажем, не волнуйтесь. у меня хорошие учителя, которые меня научили, как действовать. Сначала подписание, а потом раскрыть информацию. Да, сложно вести такой бизнес с большим сообществом, с одной стороны, вот, с другой стороны, что мы делаем, мы также и традиционный бизнес ведем, потому что нам нужно найти правильный баланс. Мы не можем много говорить, много рассказывать, потому что, очевидно, за нами наблюдают, люди слушают нас очень внимательно, люди читают, они очень внимательны, нам нужно следить за тем, что мы говорим, и это другая история, это отличается от фондов, капитала, когда все делается лично, один человек встречается с одним человеком, никто не знает, здесь потенциально эту запись может послушать очень много людей, это нужно быть аккуратным, мы не можем много раскрывать сразу. И еще заключительное слово, может быть, прежде чем у меня есть сообщение одного человека, пожалуйста, подчеркните, что не будет расширения, не будет продления, как раз мы забыли об этом сказать, да, мы говорили до звонка, да, об этом, поскольку мы переходим на следующий этап, этап запуска, либо липстинга, мы не сможем расширить больше это, это раз точно, в прошлом раз, технически говоря, мы могли расширить, потому что мы не были в листинге пока, у нас было дополнительное вот это окно, но больше такого не будет, мы сейчас последний раз это проводим, на последние 10 дней, с сегодняшнего дня, с 12 до 22, да, 10 дней 22, в час по полудни, для проекта это уже все, дедлайн, это последнее цикловое движение, не 10, но 5%, тоже значительная выгода, и потом уже цены повысятся, хорошо, да, замечательно, мы ждем больше новостей, больше пресс-релизов, и мы в Лимитлес-каналах, в Телеграм-каналах мы все это публикуем, и 8-минутный ролик мы в YouTube загрузим, потому что там все-таки большой объем, люди посмотрят, я полагаю, что это вирусное аутентичное видео, которое рассказывает очень много про проект витинга, большое спасибо, большое спасибо друзья, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok